Приветствуем всех участников нашего марафона. Слава России! Сотни жителей Ленинского района День России начали с участия в пятом традиционном легкоатлетическом забеге. В этом году число желающих отметить праздник утренней пробежкой превысило предполагаемое количество. Организаторам даже не хватило на всех футболок. В День России молодые люди поддерживают нашу родину. И он первый у нас из мероприятий 12 числа, чтобы зарядить их бодростью, весельем на целый день. Любовь к спорту надо прививать с детства. И доказательством тому, что молодежь у нас в районе к здоровому образу жизни относится ответственно, говорит то, сколько подростков приняло участие в забеге. Даже плохая погода не помешала их энтузиазму. Мне очень понравилась традиция. Было очень интересно. И очень организованно это было все. Вечером видновчан ожидала большая праздничная программа у кинотеатра «Искра», где утреннюю тематику продолжили показательные выступления спортивных и патриотических клубов Ленинского района. Эти ребята уж точно смогут защитить родину. День России праздник, который сплачивает людей, делает их добрее. Он пропитан теплотой. И даже хмурые тучи не устояли перед положительной энергией видновчан. Под вечер в городе выглянуло солнце. Хочу всех жителей Ленинского муниципального района поздравить с праздником, с нашим великим праздником, Днем России, потому что у нас страна великая, значит, и День России – это великий праздник. Праздничная программа продолжилась в Большом зале кинотеатра «Искра», где первым на сцену вышел оркестр русских народных инструментов под руководством Владимира Глейхмана. Коллектив исполнил известные народные композиции, под которые подпевал весь зал. Наш оркестр – гордость всей Московской области. Россия всегда отличалась талантами, Россия всегда отличалась целеустремленностью, терпением и умением достигать свои цели. Поэтому мы вот существуем уже 67 лет, оркестр. В этот вечер на сцену выходили и другие талантливые эстрадные исполнители и творческие коллективы района. Праздник продлился до позднего вечера. Юлия Погосян и Адамия Екатерина Чернышева, Видное ТВ.